набор импульса движения для атакующих и защитных техник следующий вопрос давайте немножко об этом поговорим значит смотрите да действительно я о части наборов импульса упоминал в ряде видео мало того в обучающих видео которые на нашем канале есть значит в некоторые уроки я встраиваю блоки связанные в том числе с набором импульсов какие-то уроки я в я встраиваю там другие блоки такие вот специальные посвященный шагам или посвященный там чему-то еще там и так далее вот у нас да действительно есть небольшое прикосновение к этому значит давайте сейчас вернемся к теории как говорится по практике перейдем что и что мы подразумеваем вообще под набором импульса если вы обратитесь к курсу физики вы это хорошо увидите вот для тех для тех у кого физика это что такое совершенно уже несущественно и далекая жизнь сейчас кратенько поясню нет ни одного действия не обусловленного чем-нибудь когда вы ложку карту несете это действие обусловлено чем-то еще это это действие имеет инерцию и инертность это первое с чего все начинается эти инерции и инертность связаны с преодолением трения дело в том что ваши суставы тоже имеют элемент трения этот это трение снижается в том числе межсуставной жидкостью там и так далее так далее то есть тут можно много-много там всяких таких вещей наворочить но если мы идем к движению конкретно не будем говорить о том как снижается трение мы будем говорить о том как преодолевается инертность тела неподвижного да и превращается в инерцию вот в этом в этом смысле да действительно мы можем сообщать предметам разную скорость разное ускорение за счет этого преодолевается собственно о чем мы говорим да и за счет этого используем эрции тела вот когда становится важной массы тела когда существует скорость а точнее сказать когда существует ускорение кто не помнит обратитесь курсу физики посмотрите насколько важна масса и насколько гораздо важнее ускорение риску да ну то есть должна тему говорить мы будем те кто умеет развивать скорость например своих конечностей да те получают на выходе колоссальную гораздо большую чем сообщаемую там массы как вот и в данном случае масса уже ее роль снижается 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 в этой совокупности фактору так вот за счет чего быстро и эффективно с точки зрения сохранения сил сообщить как этому этому движению какой-то импульс очень просто ребят берем самые простые примеры пробовали бросать камень вы берете в руку и бросаете камень далеко вы его швырнете вот изо всех сил бросайте этот камень кто из вас его дальше там 100 метров зашвырнет кто не сможет я сильно сомневаюсь обычно взрослого человека который этим не занимался профессионально это метров 30 но скорее всего там плюс-минус я не знаю понимаете и от вашей мышечной силы ничего там не зависит а теперь берем другую ситуацию берем простую прощу даже не прощу которую такую гибкую возьмите просто некую ложку длиннее удлинение вашей руки да такая первоначальная проща существовал да твердое прощание мягко в нее вкладываете камень и прям двумя руками так вот запускаете дальше улетит камень конечно дальше почему вот когда вы ответите себе на этот вопрос вы поймете что такое импульс движения и каким образом он легче передается ведь вы тратите во втором случае во втором примере вы тратите меньше сил на производство гораздо более эффективного действия почему и это только один из примеров и вот за такого рода набор импульсов у нас отвечает отвечают разные как бы могут отвечать разные компоненты этого действия мы можем такой импульс набирать от чего просто от шага этим пользуются боксеры ну не так как в боевых искусствах они это пользуют боевых искусствах импульс от шага совершенно по-другому выглядит да и мне кажется он более эффективно я даже спорить не буду вот но импульс от шага и вернее от как бы сказать от короткого перепрыгивания даже так лучше скажем да потому что в данном случае в боксе нельзя сказать что это шаг скорее такое перенесение себя в пространстве отрываясь практически от земли вот да существует такой способ это наименее эффективный способ набора импульса но он используется и он легче всего осваивается новичками есть у нас импульс набор импульса связанный с поворотом да тоже элементарно обратить внимание я уже говорил обратить внимание на любые постбоксерские единоборства когда бойцы устают как они начинают атаковать друг друга защищаться они не умеют бог с ними вот атаковать они как начать круговые круговыми действиями начнет работать прямые птички вот эти они уже не работают потому что они малоэффективны начинают работать круговые действия круговые действия набор импульса просто от поворота вашего корпуса да действительно более эффективен более экономичен но при этом с гораздо большей мощи приходит вашего ваш рабочий поверхность пожалуйста вот вам пример а дальше я могу вам перечислить уже не без объяснений без особо есть набор импульса от реверсивного действия да представьте себе вы сообщаете импульс своему действию от противодействия да такое возможно реверсивно подрагивающие усилия о котором мы уже говорили не раз который является одним из основных наверное в хэйчуань и там используется часто и кстати люди которые напряженно практикуют хэйчуань они не не могут освоить это отдельная тема уже да значит набор импульса от от вращения уже не корпуса да от вращения своих конечностей например да это способ такого маховика то есть опять курсу физики вас обращают кто не помнит что такое маховик да это способ аккумулировать предыдущие действия и использовать их в последующем вот такой вот например способ набор импульса и так далее на самом деле их можно много достаточно перечислять в том числе кстати такой загадочный неправильно очень часто понимаемый способ набора импульса как цигун или нейгун да это тоже способ набора импульса когда вы при помощи диафрагмы своей создаете как это сказать такой своеобразный условно пневматический эффект набора импульса для ваших действий не только атакующих но и защитных любых и так далее вот о чем собственно я говорил поэтому да это отдельная тема и да люди которые занимаются боевыми искусствами такие вещи не освоили ну либо они занимаются таким направлением в котором это не очень нужно почему-то не знаю либо они не занимаются боевыми искусствами это тоже такое мне кажется важный такой фактор понимаемый вот к вопросу просто о таких вещах я напомню например не еще и у нас просто есть венчунисты здесь да чтобы они просто не обижались на мои слова я не имею ввиду что они не занимаются венчунием и так далее венчуни кстати говоря перечисленные мной методы набора импульса присутствует просто если вы уделите им внимание вы получите на выходе гораздо более эффективные действия такие действия как набор импульса от шага такие действия как набор импульса от вращения конечности такие способы набора импульса как поворот корпуса венчунин байхэ постоянно используется уделите этому внимание получите лучший результат ну вот опять как я уже говорил хотите создадим семинар приезжайте мы здесь над наборами импульса легко по работам вы поймете что это такое за два-три дня потом всю жизнь будете на пить в работе это как на велосипеде если перестали на нем ездить уже как-то садиться на него стрёмно надо постоянно ездить это уже другой подход к боевым практикам ребят это действительно уже как бы когда вы переходите уже некие границы начинающих новичков алекс пишет там где не знают методов тренировки набора импульса начинается кач абсолютно точно да совершенно верно да ребята люди которые не хотят хоть немножечко считывать реальность не хотят соглашаться с тем миром в котором они живут те начинают действительно пытаться преодолеть это все за счет мышечных каких-то усилий и уходят целиком вот в этот вот качковский нарциссизм ну бог с ними почему нет пускай ну каждому каждому свое ребят кому-то нравится там я не знаю герань окне выращивать а кому-то нравится автомобиль бенки каждому свою так рмл пишет для меня непонятен набор импульса через подрагивающие усилия можно немного об этом на семинаре можно не потому что я сейчас хочу что-то от кого-то скрыть ничего здесь вообще скрываемого нет это ребят ну не то что вот так вот объяснить ребят если вы сюда приедете я просто возьму вас за руку вот так вот и покажу вам как это работает после этого мы переложим известные вам техники на эти наборы и вы увидите что это так уже по-настоящему на словах ребята не пойдет такого алекс пишет пример с блокнотом показывает принцип хвоста волны да совершенно верно пока не освоишь это будешь вынужден заниматься волосом ну окей да